Добрый день, уважаемые преподаватели! Сегодня мы рассмотрим инструкцию по использованию элемента BigBlueButton при работе с электронными курсами Moodle. Плагин BigBlueButton вы можете использовать для организации видеолекций либо видеоконсультаций. Для того, чтобы начать с ним работу, вам необходимо через главную страницу сайта университета пройти в электронный университет, войти в личный кабинет и пройти по ссылке «Дистанционная образовательная среда Moodle». Мы попадаем на главную страницу сайта, где вы получаете доступ к своим электронным курсам. Они будут отображаться вот здесь, либо в личном кабинете. Выбрав соответствующую оболочку, то есть электронный курс, заходим по ссылке. В этом электронном курсе, в соответствии с тем шаблоном, который сегодня разрабатывается, вы имеете доступ к данному плагину, который позволяет организовать видеоконференцию, видеолекцию, видеоконсультацию. Выглядит он вот таким образом. Для начала работы мы проходим по ссылке «Видеоконференция». Не забывайте, что в случае самостоятельной работы с видеоконференцией вам необходимо заранее подготовить файлы с материалами, презентациями и лекциями. Подключаемся к сеансу. Выбираем микрофон. Условно можно разделить на три части окно видеоконференции. Вот это основная часть, в которой отображаются подгружаемые презентации. Давайте сейчас воспользуемся кнопкой действия и загрузим презентацию, которую мы будем использовать во время проведения видеолекции. Презентацию можно прикрепить сюда двумя способами. Либо перетащить файл вот в этот сектор, выделенный пунктирной линией, либо выбрать файл. Открывается рабочий стол. И здесь мы с вами выбираем нашу презентацию. Желательно, чтобы презентации или фрагменты документов были представлены в формате PDF. Загружаем. Требуется некоторое время для того, чтобы файл прошел конвертацию. Страницы обрабатываются и презентация отображается. Вот таким образом она выглядит. Вы можете перемещаться по слайдам. Можете менять масштаб, уменьшая, увеличивая. Либо расположить презентацию по ширине экрана. Вот таким образом. Либо использовать полноэкранный режим. Не забывая при этом выходить из него, нажав на эту же кнопку. Дополнительные инструменты, которыми вы можете пользоваться во время проведения видеоконференции, это инструменты, позволяющие делать пометки непосредственно на документах и презентациях. Цвет и толщину можно определить при помощи соответствующих кнопок. Ладошка используется для того, чтобы зафиксировать слайд. Обычно она удобна, когда вы работаете с многостраничными документами и таким образом можете их перелистывать. Можно отменить пометки либо удалить все пометки. В левой части экрана вы имеете возможность взаимодействовать с теми студентами, которые находятся онлайн при помощи общего чата. Здесь можно написать сообщение, задать вопрос и, соответственно, получить на него ответ. При необходимости окно чата можно вот таким вот образом свернуть. Также есть дополнительное окно для каких-либо заметок. Когда вы готовы к проведению видеоконференции, загружены все файлы, подошло время начала видеоконференции, нажимаете кнопку «Включить запись». Это позволяет плагину BigBlueButton формировать архив записей, к которому мы еще с вами обратимся. После завершения видеоконференции повторно нажимаете на эту кнопку для того, чтобы запись прекратилась. И не забывайте покидать видеоконференцию через опции в правой части экрана, нажимая на команду «Выход». Выходим из видеоконференции, подтверждаем выход. И обратите внимание, в нижней части экрана формируется архив видеозаписей. Через некоторое время файл с данной трансляцией появится в архиве. Ну а здесь мы можем наблюдать видеолекцию, которая называется «Лекция номер один». Она была выполнена 17 марта в 8 часов 11 минут, продолжительность 5 минут. Для того, чтобы ее просмотреть, студенту достаточно нажать на кнопку «Презентация». Открывается дополнительная вкладка, в которой можно, нажав на «Произведение», на «Воспроизведение», отследить весь... ...программы, тренировки онлайн, подсказывающие, подсказывающие презентации, то видеоролик. Посмотрели, закрыли. То есть весь архив формируется вот в этой нижней части экрана. Закончили работу, вернулись на главную страницу. Вот данная ссылка, с которой мы сегодня работали. На этом инструкция по работе с плагином BigBlueBat накончена. Всего доброго! Продолжение следует...